Шумбрат Адой Алгат Здравствуйте, дорогие друзья! Вас снова приветствует программа «Шумбрат Рау» и я, ее ведущая, Татьяна Родионова. Культура народа Они формируют его ценности, нормы поведения, основой которой являются национальные традиции. Языковое воспитание помогает пониманию образа жизни народа, его менталитета, национальной психологии. И наоборот, игнорирование родного языка ведет к угасанию национальной культуры. Какова роль семьи в сохранении и развитии языков народов Российской Федерации? Этот важный вопрос обсуждали на региональном круглом столе в октябре. Его участниками стали представители родительской и педагогической общественности. Давайте посмотрим сюжет. Для познания нравов, какого не есть народа, старайся прежде изучить его язык. В этой цитате Пифагора кроется глубокий смысл, игнорируемый в современном мире, из-за чего забывается родная речь, обычаи и традиции. В Ульяновске прошла конференция, посвященная проблемам сохранения и развития национального языка. В Ульяновской области проживают представители более 120 народов. И очень важна роль сохранения национальной идентичности всех народов в рамках нашего огромного многонационального российского государства. Особенно сейчас, когда идут такие сложные политические процессы, когда Запад отказывает России в праве на существование и требует от России отказаться от ее суверенитета, от национальной идентичности. На встрече отметили, что только совместными усилиями получится повысить эффективность развития родного языка. Но начинать в этом вопросе всегда нужно с себя и своего близкого окружения. Важную роль в формировании этнокультурной среды играют взрослые, а именно родители и педагоги. Если изучать точные науки можно только с учителем, то что касаемо родного языка, тут работы должны идти комплексно и в школе, и дома. А вот в какой степени возможно изучать родной язык без отклика соответствующего в семье? Я имею в виду и все языки народа. Мы с вами, как педагогическое сообщество, не сумеем сделать нашими единомышленниками родительское сообщество, то очень многие усилия школы будут уходить в песок. Особенно относительно этой очень тонкой темы родной язык, родная культуры. Так в Ульяновской области особое внимание уделяют изучению сохранению культуры мордовского народа. На родной язык Макшане и Рызяне Ульяновска передают из поколения в поколение. Я сама чистокровная мордовка, у меня двое сыновей. Они у меня разговаривают на мордовском языке, в Саранске изучают тоже мордовский язык. Старший сын сейчас приехал в город Димитровград, тоже является членом мордовской автономии. Надеюсь, скоро он женится и будет пополнение, будет что передать уже моим внучкам. Напомним, что в регионе ведется активная работа по укреплению межнациональных отношений. Сейчас родной язык в школах изучает более 95 тысяч ульяновцев. Нина Милешина работает в 69-й школе и ведет кружок «Быт, традиции, культура мордовского народа». Благодаря ей в образовательном учреждении успешно работает театральный кружок «Каргине». Мы ставим небольшие сценки-миниатюры по быту, традиции, культуре мордовской семьи. Родители помогают нам в этом. Они приносят нам экспонаты, они шьют нам костюмы. Они представляют свою культуру, культуру каждой семьи. 28 октября состоится вторая Всероссийская конференция – презентация роль семьи в сохранении и развитии языков народов Российской Федерации, на которую будут подведены итоги встречи в Ульяновске и других регионах. Алина Тихонова, Сергей Кудаков, Уллправда ТВ Сегодня в нашей студии участник круглого стола, руководитель кружка по изучению мордовской культуры, педагог Ульяновской школы номер 69 Нина Васильевна Милешина. Здравствуйте, Нина Васильевна. Шумбрат. Нина Васильевна, давайте начнем с самого начала. Откуда вы так хорошо знаете мордовскую культуру, ирзианский язык? Ведь вы по специальности педагог русского языка. Я горжусь тем, что родилась среди мордвы. А родилась я в Самарской области, в Шанталинском районе, в селе Тимяшево. И моими первыми учителями были родители. Мы в своей семье говорили только на мордовском языке. С самого детства бабушка пела мне мордовские песни, рассказывала стихи. А в школу мы приходили и говорили только на мордовском языке. Учителя мордовского языка постоянно нам пели песни. Мы читали книги на мордовском языке. Директором школы в то время была Трофимова Нина Васильевна. Это ее слова. «Горжусь я тем, что родилась среди мордвы». Позже я поступила в педагогический университет и оказалась потом в Ульяновске. Нина Васильевна, прежде чем начать рассказывать о событиях в школе, о ваших достижениях, я знаю, что вы принесли нам сегодня показать настоящий мордовский костюм, которому уже сто лет. Расскажите сначала об этом. Бабушку мою звали Кудашова Анна Ивановна. Дорогой сердцу наряд бабушка передала мне, своей внучке. Этому костюму уже более ста лет. Этот костюм бережно хранится в моей семье. Самые яркие элементы этого костюма я сегодня хочу вам представить. Это полукаркс. Набедренное украшение. Посмотрите, вышит бисером цепочки, яркие нити. Это не только набедренное украшение, а еще служило кошельком. Бабушка сюда денежки складывала. Следующий элемент костюма – это сорока. Это головной убор. Головной убор. Это тоже бабушкина. Из бабушкиного наряда. Здесь даже монетки 1812 года. Я очень берегу этот костюм. И вот хочу показать вам этот костюм. Посмотрите. Сколько он весит? Вот этот головной убор весит 3600. А вот набедренные украшения весил до 16 килограмм. Этот элемент весит 7 килограммов. Так расскажите, с чего начиналось изучение вашей родословной, вашей истории, вашей семьи? Я знаю, что не только вы интересуетесь этим, но и вся семья участвует в познании, так скажем, корней ваших. Расскажите, пожалуйста. Да, это действительно так. С чего началось? А вот началось тоже вот с этого костюма. Я принесла в школу на урок костюм. Показала ребятишкам. Ребятишки заинтересовались этим костюмом. Написали исследовательскую работу. Поставили мини-спектакль «Бабушкин сундук». И с этим спектаклем мы стали гастролировать. Мы даже в Самару ездили. Мой родной брат Николай Васильевич Кудашов, житель Самарской области, Шанталинского района села Тимяшево, написал родословную нашей семьи. На 2011 год в этой родословной было 9 поколений. Сейчас уже 14 поколений. Эту родословную он писал долго. С его разрешения мы эту родословную, мы – это ученики 69-й школы, администрация, весь педагогический коллектив работали мы над этим проектом. С его разрешения мы отправили эту родословную на конкурс. Мы выиграли грант. И на этот грант мы открыли кабинет музея мордовского языка, мордовской культуры в моей школе, в школе номер 69. На открытии мы пригласили представителей в Саранско. Приехал мой брат, приезжала моя мама. В этом кабинете представлены стенды о языке, о культуре мордовского народа, о знаменитых людях города Саранско, самым, конечно, ярким экспонатом является вот этот костюм. Нина Васильевна, какие еще проекты вы осуществляете у себя в школе с детьми? Да, мы ставим спектакли, мы очень часто участвуем в различных конкурсах. Да, появился спектакль «Бабушкин сундук», затем «Прилет жаворонков», затем «Война 1945 года», где рассказывалась история о жителях моего села, о моих родственниках. Все это подлинные документы дети изучали, сами же писали сценарии и сами же готовили различные постановки. А сейчас давайте посмотрим отрывок из спектакля. «Бабушкин сундук» Сонный в лес сходим, к вечеру грибов помещаем. Лай водря, и то верно, сходите, дочки, в лес. Вставай, сестрица, пойдем в лес за грибами. Амурян, амурян, ты хочешь, ты иди, а я не пойду ноги свои бить по кочкам. Пойдем, сестрица, я тебе такие грибные места покажу, что я встану не уберечь. Шамбрят, йогат, кому ль дядо? Пан Гомейка, за грибами, вирь в лес. А дядо Ялды, пиржу, лубево, кочкамо, пошлите подружному по зеленому пылышку гулять. Нина Васильевна, Как вы поддерживаете свои мордовские традиции у себя дома? У меня две дочки, одна внучка и три внука. На каждый праздник мы печем какие-то мордовские блюда. Конечно, самым любимым праздником для моих внуков является праздник-прилет жаворонков. Они любят печь жаворонков. Мы на Рождество печем пироги. Также мы на Рождество делаем пельмени. Бабань прякинет. Бабушка у меня так называла эти пельмени. И мои внуки ждут этот праздник. Нина Васильевна, вопрос, который мы задаем всем гостям нашей программы. Как вы думаете, зачем же все-таки в современном нашим детям изучать наш родной ирзианский язык? Понять и осмыслить культуру своего народа можно лишь тогда, когда ощущаешь ее в самом себе. Когда для тебя вышитые бабушкой полотенце, скатерть становятся бесценными. И когда ты понимаешь, что это не просто твои корни, а это кладезь мудрости. Вот кладезь мудрости надо передавать детям, чтобы они передали своим детям. И очень хочется сказать, я надеюсь, ей-богу надеюсь, с вами вместе язык сохранить. И я надеюсь, ей-богу надеюсь, что народ мой останется жить. Спасибо. Нина Васильевна, очень приятно сегодня с вами встретиться. Очень приятно было познакомиться с вашей бабушкой, светлая ей память. Надеемся, что ваша работа в школе всегда будет такой доброй, светлой и заботливой к детям и к нашим традициям. Спасибо вам большое. Сюпря. Сюпря. А я напоминаю, наша программа выходит по пятницам на канале Улправда ТВ. В записи ее всегда можно посмотреть на сайте Улправда.ру. До свидания. Вас Томазанок. Улправда ТВ.